Сегодня мы будем есть гвозди, рвать дошираки и вставить на картах Ну вы что, шутите что ли? Что? 32? Это двоюродная сестра моей нынешней девушки Я сломал три позвонка А если бы мне заплатили 20 миллионов, я там может на бутылку сяду еще типа такую? Это фейк, это лейм вообще, это ультра Лейм? Лейм Лейм Я вас забанил Расскажите, как это вышло? Че, работаем? Всем добра, безопасной и комфортной среды обитания Прежде всего, с вами Виктор Дзерханович Шейх Вы находитесь в моей московской перевалочной хате 21 декабря у нас на часах Внешний вид обусловлен тем, что мы приехали с Дубая В Дубай же говорить? Не с Дубая, да? С Дубай вроде правильно Отдохнули, сходили в Дубай Поели ху**у борча Послушали криптоинвесторов за соседним столом Собственно, кому интересно Экстраграммы, телеграммы, QR-код на экране Ссылки в описании И подписывайтесь Сегодня у нас проверка на Блуд Ты знаешь, что такое проверка на Блуд? Лучшее шоу Лучшее шоу на планете Ютуб И не только На планете Рутуб На планете ВК То есть вообще везде, кстати Подписывайтесь в соцсети Пять стандартизированных испытаний Динамометрия Разлом гвоздя Кушаем острое Рвем карты Стоим на гвоздях Сегодня у нас гость Новый гость Молодое дарование И я заметил, что сейчас, знаешь, как говорят это Дорогу молодым Молодым дорогу Потому что все вот эти вот Ёбла Вот эти вот усатые Большие Непонятные Уже всех Остаебонькали, короче И всем хочется смотреть Молодых, новых Интересных Перспективных Свежих Изголодавшихся По славе Спортсменов Ну или около того Блогеров В общем, сегодня у нас Человек воркаут В гостях Вот на таких штуках Он, короче, осуществляет Свою деятельность Делает всякие горизонтики, короче Тренируется По воркаутикам Если вы думали, что воркаут загнулся И умер его уже не существует Неправда Короче, сегодня у нас Приятный Молодой человек Которого зовут Ваня Ему-то стример Стример? Да Ну, мы спросим Может он подстримливает Но по его внешнему виду Можно подумать, что он стример И он стримит для Взрослых, богатых женщин За деньги Вы поймете, почему я так думаю То есть Мне кажется, у него вообще Все в жизни хорошо может сложиться Если вот он чуть-чуть Повнимательнее Такой головой покрутит По сторонам Любишь и разбираешься в спорте? Тогда ты точно знаешь об Алимбет Алимбет является титульным спонсором Хоккейных клубов Спартак и Динамо Баскетбольной единой лиги ВТБ А также бойцовских промоушенов Топ-дог и хардкор Компания Алимбет В своем приложении Дарит спортивным фанатам Настоящие эмоции А также предлагает Много различных предложений И специальные акции А новым пользователям Компания Алимбет По моему именному промокоду БЛУ Дарит бонус 10500 Переходи по ссылке В закрепленном комментарии И присоединяйся К Алимбет Здорово Жопа Хер Яйца Езда Что пишем? Хеллоу Хеллоу Что ты назвал? Я из Ярославля Хороший нормальный пассажир В общем Всем привет Меня зовут Ваня Мне 19 почти 20 лет То есть Ну все уже Все уже старый я В общем Я приехал сюда Из центра мира Из Ярославля Приехал на проверку Сегодня мы будем есть гвозди Рвать дошираки И стоять на картах Ну здравствуй Иван Здравствуйте Правую берегу Даю левую Собственно У меня короче Дома есть традиция Обязательно Каждый новый гость Должен понюхать яйца бобра Когда приходит Свежие Ферментированные Кстати неплохо Неплохо Все так говорят То есть вот Это посвящение Для тех Кто приходит ко мне на хату И как бы Ну вот здесь Откисает Собственно что Сегодня у нас Необычный Для меня необычная Проверка на блуд Потому что Не часто молодые Дарования Мы будем это Потихонечку исправлять И внимательные ребята Которые давно Следят за моим творчеством Очень глубоко В него погружены Сказали что Я что отправился В прошлое для того Чтобы проверить себя На блуд Вот Сейчас я объясню Почему так Тут мне 19 лет Чего дай Ты Высадивающие Все одно лицо Ну что то есть Как будто через фейсап Переделали Собственно Ну вот такие вот Бывают Иронии судьбы Я могу вспомнить Свой вот этот Конфетный период Девчонок было молодых Пиздец как много Сейчас в основном Взрослые женщины уже Потому что я лысый И некрасивый Они думают что я богатый Но это тоже не так Поэтому пишут Вот скажите Много девчонок у вас молодых Ты у меня девушка Если так Просто пишут Типа Ну типа Такая ты зайка Да Вроде Басовым парнем пишут Ну да Бывают парни Которые пишут Ну типа Почухай мои яйца Много петь Ну Не реально Больше чем девочек Короче У меня есть знакомые У которых Просто в неделю Человек по 5 пишут Вот У вас тоже Да нормально Ну У меня часто пишут И потом перестают Потому что я игнорию Типа Ну я помню Бывает иногда Отвечаю по приколу Типа И все Ну вы понимаете Да их То есть Вот у меня Допустим Нет Там сразу По аватарке Повянут У меня есть друг Шмель Короче Давид Шамей Вот Ему тоже Периодически Пишут педики Потому что Он имеет вид Такого Бергайса Такого Огромный Здоровенный Волосатый Накачанный Мужик И он такой Ну С другой стороны А за что Их винить Как бы Он говорит То есть Как бы Я в принципе Могу понять Их мотив Поэтому Они меня не злят Я конечно Им не отвечаю Но как бы Они мне Типа Пишут Периодически Я как бы Ну с пониманием Ну я вообще С пониманием Я ко всем Хорошему Не Я вообще Ни на кого Не завелся Добряк Все Скидывайте Письки Пачками Короче Иван Он в принципе Не против У нас первый блок Это динамометрия Здесь мы обычно Обсуждаем спорт Но я бы хотел Спросить Кем вы себя видите Кто вы вообще Спортсмен Не спортсмен Инфлюенсер Возможно Там еще Какое-то слово Может какой-то Инвестор Наставник Именно Сейчас Если я вижу Как спортсмена Блогера То есть Никуда От этого Не хочу Уходить Именно Углубляться Дальше В свой спорт И просто В видеоблогинг Дальше Делать контент Все лучше Лучше Докупать Микрофоны Свет И в спорте Пытаться Продвинуть Как-то нормально Что у вас За спорт Воркаут Ну Калистеника Воркаут Какое-то Название Такого Вот Воркаут Это Не знаю Турникмен Как называли Мне нравилось А сейчас Я слышал Что уже Могут И обидеться За это Турникмен Он звучит Как-то Совсем Прям Дворовая Это Не знаю Даже Какой спорт Привезти Воркаут Это Прям Такое Название Дебильное А вот Калистеника Уже Какое-то Более Приличное Ну В Калистеник Уже Допустим Может Войти Не только Турник Перекладины И так Далее То есть Калистеника Это И прыжки Вдаль По-моему Да Но там Суть в том Что там Со своим весом Для многих Воркаут Это Типа Турник Брусья То есть Многие Думают Что Воркаут Это Как Спорт Типа Потягиваться На турнике И Поотжиматься На брусьях Можно же Сказать Что Я Занимаюсь Воркаутом Подтягиваюсь И отжимаюсь Воркаут Включается Очень много Всего Поэтому Да Даже Если Ты Потягиваешься И брусья Делаешь Ты занимаешься Воркаутом А как Вот Разделяться Допустим Я Воркаутер Я сегодня Брусья С турником Сделал А вот Вы Тоже Воркаутер Но Вы Делаете Чудеса Всякие На турнике Так Никак Просто Все Под Одну Гребенку Какие Времена Сейчас Переживает Воркаут Я Считаю Что Он В пик Идет Серьезно Ну По крайней Мере С тем Что Было Несколько Лет Назад Да Он Растет По крайней Мере Растет Рувень Атлетов Мне Просто Казалось Что Как Будто Воркаут Так Уже Поспокойнее Стал Типа В плане Того Что Мне Кажется Как Будто Он Пик Свой Пережил И Еще Еще Три Оборота Три Вокруг Себя И Надо Турник Обратно Зацепиться Это Считали Невозможным Даже Писали Об этом Видос Есть Такой Мужчина Михаил Баратов Это Старичок Он Говорил Тому Кто Сделает 1080 Он Целый Видос Снимал Почему Нельзя Сделать Или Что Такое Сколько Он Денег Даст И Короче Потом В Один Прекрасный День Кто Всем приветствую Прямо Сейчас Мы Будем Подводить Итоги Конкурса Совместно С Квадро Комфорта Где Мы Разыграли Три Сертификата По 3000 Рублей Для Покупки Обуви В Магазине Зенден Так Ну Что Вот Наши Победители Их Ровно Три И Все Что Вам Нужно Сделать Это Оставить Комментарий Под Этим Видео Со Своими Контактами Чтобы Могли С Вами Связаться Влажно Оставлять Их Нужно Только С той Страницы Вот Которая Здесь Указана Вот Другая Не Канает Поэтому Пишите Пожалуйста Благодарю Поздравляю Смотрим Видео Дальше На самом Деле Очень Круто Я Сам Могу Сказать Даже Ориентируясь На Свой Спорт Там Гирю 100 Килограмм Было Поднять Тоже Как Считалось Что Из-за Грани Фантастики Было Нереально Завязать Узел Из Одного Гвоздя Ну Допустим Володя Романов Это Сделал Очень Круто Что Появляются Люди Которые Двигают Спорт Вперед Превращают Нереальное В реальное Но Круто Было Было То Поощрять Обращать На Них Внимание Потому Что Я Допустим Вообще Ничего Не Слышал Про 1080 Воркаут Есть Хоть Разряд Это Спорт Дворовой Но Он Вышел На Такого Рейн Что Не Должен Быть Дворовым Даже Сам Факт Что Соревнования Проводится С Большими Призовыми Фондами Ну В принципе Стандартный Вопрос Сколько Потягиваетесь Сколько Отжимаетесь На Брусь Всем Интересно Всегда В Один Раз Нужно Подготовиться Один День Попотягиваться К этому Раз Подтягиваться А на Следующий Через Два Через День Я Могу Нормально Выдать А Брусь Брусь Я Стабильно Залезаю Раз В месяц Может По Приколу В конце Тренировки Раз 60 Сделаю Неплохие Результаты Но Как Я Уже Понял Если Вы Воркаутер Именно Занимающийся Статикой Калистеникой Совсем Необязательно Что Вы Будете Показывать Чудеса Именно В Подтягиваниях Как Евгений Например Лось Тогда Расскажите За вашу Гордость У каждого Спортсмена Есть Свои Личные Ачивки Которыми Они Козыряют Какие Трюки Расскажите Чем Вы Знаменитый И чем Вы Горды В В В В В Знаменитый Мне кажется Я стал Больше Знаменитым Из-за Блогерства Типа Тик Тока Всего Такого То есть Я Неплохой Атлет Не Какой-то Супер Мирового Конечно Самое Классное Что Было Это Когда Я На Дурочка Поехал На Чемпионат России Где Приходил В Екатеринбурге Приходил Не готовился Нрава К соревнованиям Просто Мне Сказали Поедешь На Чемпионат России Заявку Нужно Кинуть Я Такой Поехали Вот Такого Я Не Люблю Поездки Очень Потому Что Мне Нравится Сам Путь Нет Я Люблю Погулять По Ярославле Например Где Вместе Где Я Обитаю А Ехать В поезде День Сутки В поезде Чалить Мне Это Вообще Не Прикалывает Особенно Когда Большинство Когда Мы Ездим На Соревнования У Самая Дебильная Вот Эта Фишка Мы Приезжаем В день Соревнований За Два Часа До Начала То Есть Самая Большая Ачивка Выступления На Чемпионате В Ярославе Даже Не Выступления Суть Не В этом Выступления Там Много Кто Может Попасть Суть В том Что Я Пришел Там Присходили В два дня Первый День Отбор Второй День Финал Я В отборе Выиграл Всех Тут Произошла Ситуация Я Делаю Все То Самое Что Я Делал В отборе Но Площадку Дергает Я Ловлю Элемент И У меня Пропадает Энерация То есть Я Просто Повис Вот Так Я Не Сделал Всего Один Элемент И Это Сразу Минус Три Четыре Бала Как раз Из-за Которых Я Слился На Пятое Место С Баттлы У них Судьи Сидят Смотрят Кто Больше Понравился За того Руку Поднимаешь Но Понравился Не Внешне Сколько Статики Динамики То есть Это Все Как-то Считается И Суммируется Раньше Это Не Считалось Года Два Сделал Больше Статики Больше Динамики Поэтому Я За него Руку Поднял Но Все Давно Поняли Что Это Субъективно Кому Кому Может Сказаться Сложнее Одного Кому Другое Кому То Просто Статика Динамики Больше Нравится И За Этого Поднимает Руку Появилась Потом Таблица Как В гимнастике Сколько Один Элемент Стоит Каждый Элемент И Потом Появилась Система Появились Название Freestyle У каждого Участника Один Выход Всего Один Не По Парам Выходишь Просто Выходишь Показываешь Выступление Как в гимнастике У тебя Три минуты Ты Выступаешь И тебя По таблице Прям считают Сколько ты Получил Балов То есть Там Любые Всякие Что-то Криво Сделал Сбавки Понятное Дело Падение Сбавки Касание Сбавки Прикольно Это Как Гиревое Жонглирование То есть Она Уже Тоже Раньше Было Так Не Это Самое Не В почете А Сейчас Уже Проводится Соревнование Там Так Ну что В принципе С этим Получается Понятно Давайте Попробуем Пожмакаться То есть У нас Первое Первое Упражнение У нас Динамометрия То есть Она у нас Выглядит В виде Электронного Эспандера Задача Его сжать Не касаясь Недвижимых Частей Комнаты Своего Тела Второй Руки И так Далее И показать Максимально Хороший Результат У нас Будет Получается Три Попытки Результат Идет Средний Ну Средний Трудно Сказать Хорошим Результатом Хорошим Результатом Считается Результат Выше Своего Веса Вы сказали Что вы Весите 75-80 В принципе Если В этом Диапазоне Выжмите Это Будет Нормально Ну Вообще У воркаутеров Хороший Хват Для того Чтобы Работать На турнике Плюс Динамики За него Цепляться Нужно Иметь Хорошую Хватку Ладно Попробуй С рабочей С правой Руки Так Ну Вы Шутите Что Что 32 Ну Почти Рекорд Я Говорю Что Я Ультра Мало Арчи Морис Такой Просто 32 Это Слишком Мало Мужик Ну Типа Это Может Что Ты Не Так Сделал Ну Не У Нас Девятилетние Дети На Выставке У Сарычева То Есть Там По 30 Жаль А Сколько Арчи Морис Выжил Что Это Килограмм 56 Ладно Попробуем О 71 О Вот Уже Похоже Уже К своему Весу Давай Вот Сейчас Ты Понял Как Давить Возможно Мне кажется В первый раз Я просто Не надавил Мне кажется Ну 71 Нормальный Результат Еще Розочек Сейчас Надо Пробовать Сделать 80 Неплохо Рука Слетела 52 Опять Руку Не так Поставил Надо Вот Так Было Ставить Как Я Первый Вот Вот Так Ну Ладно 71 Нормально Более Менее Более Менее Не сказать Что Чудесный Результат Ну Как Б Ну Нормальный Рабочий Средний Результат Двигаем Дальше Везде Где Спорт Обычно Травмы Собственно Обратил Внимание Что Руки Как Будто Разные У вас Да Сломал Руку Правую Давно Это Было В 20 Году Три Года Назад Вы Можете Представить Это Коронавирусы Были Да Как Раз Так Как Произошло Ну В общем Когда Коронавирус Начался Зал Все Закрылись Суть Была В том Что Тренироваться Можно Было Только На Улице Вот Я Что Смотрел Видос Попитывались Мотивацией Да Я Смотрю Чуваки На песке На бетоне Даже Что Делает Я Хуже Пойду Потреню Турники Есть Такой Элемент Называется Егер Я его Делал Я его Делал В зале Причем Типа Нормально В общем Что Такой Егер Это Тебе Нужно Сделать Переднее Сальто Обратно За турник Зацепиться Обратное Сальто Переднее Сальто За турник Чиздец Ну Типа На заднем Махе И Цепляешься И Короче Я Ну Раскачался И Нахуй Ну Просто Вот так Отлетел В землю И Сотри Такой Рука Очень Заболела Я Думаю Бля Что Ты Можешь Попытку Кинуть На турник Залез Такой Повисел Да Не Чего Труку Больно Ну Вот И Пошел Домой С Рукой Тряслась Думаю Ну Ушиб Приехал В травму Позитивное Мышление Всегда Так Думаю Ничего Страшного Ну Хруста Не Было Зай Ушиб Короче Вот Пришел Домой Поехали Мы В травму Приехали В травму Сделали Рентген Говорят Ну Типа У вас Перелом Мне Поставили Вот Так Гипс Я Вот Так Ходил Согнутой Рукой Три Дня Я Вот Так Ходил И Нам Звонят Типа Аллодиба Здравствуйте Мы Короче Вам Неправильно Сделали Гипс У вас Смещение Оказывается Давайте Приезжайте Мне Короче Все Под Наркозом Руку Вот Так Уже Сделали Сломали Еще Раз Или Нет Мне Кажется Не Срослась Просто Кость Правили Поставили И Когда Мне Поставили Руку В гипс Вот Так Это Был Просто Пиздец Типа Я Приехал Домой От Наркоза Не Полностью Типа У меня Отпустил У меня Не Болело Но Всю Ночь Я Не Спал Две Ночи Под Бейсбол Лежал Два Месяца Ходил В Гипсе Потом Не Снали Не Упал В Обморок Первый Раз В Оборудование Будут Эту Тему Делать Поаккуратней Да Ну Как бы Понятно Что Мы Все Горячие Молодые Или Некоторые Горячие Немолодые Но Все Может Как бы Вот Так Вот Собственно Обернуться И Ну Настоящая Типа Это Та Какая Была Фейковая Это Фейк Это Лэйм 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 Выводим Сюда Это Слово Что Такое Лэйм Лэйм Типа Ну Не Круто Типа Ебать Чел Ты Слышал Это Дерьмо Лэйм А почему Ты Не Говорил Мне Мы Должны Быть Молодыми Саня Ёпти Конечно Новые Слова Новое Что В общем Там Очень Долго С ней История Мы Познакомились С ней В лагере Я Ей Не Понравился Типа Она Ей Понравилась И После Этого Я Начал Заниматься Спортом Как Раз Таки Но Суть Не В Должна Действительно Пацаны С апельсинами Приходят А девки Нет Охуеть И Короче После Этого Мы С ней Виделись Всего Один Раз За Полгода Я Думал Это Норм А потом Она Сказала Я Виктор Дом Двавович Блядь То есть Я Ну Выдал Такую Базу Жесткую Охереть Ну Вот Если Б Я Не Сломал Руку Я Б Ей Не Написал Судя Судя Не Лучше Не Физическую Мне Кажется Ну Хорошо Б Конечно Не Физическую Но Мне Иногда Кажется Что Нужна Травма Чтобы Дать Понять Что Ты Не Железный Чувак Нужно Обращать Внимание На Нюансы На Какие Сложности О том Что Ты Емнешься На Бетонный Пол А ты Можешь На Бетонный Пол Ты Сломаешься Как И Все Самая Жесткая Травма Которая У меня Есть Это Наверное Даже Не Травма Я Не Знаю Как Я Получил У меня Сломало Три Позвонка Компрессионный Перелом Я Не Знаю Когда Я Получил В Какой Момент Жизни Может Тогда Когда На Руку Упали Нет Нет Очень Вряд Ли Потому Что У меня Когда Был в военкомате Я Пришел К хирургу На Осмотр Ну Как Все Проходят И Мне Пишут Подозрение На Болезнь Шермана Мау Я Такое Впервые Услышал Шермана Мау Меня Направили На Дополнительное Обследование Сделать Рентген Посмотреть Что там Вообще Да Как Короче Мне Сделали Рентген Говорят Чувак У тебя Вот так Три Позвонка Так Чик И Типа У тебя Болезнь Шермана Мау Тебе Повезло Что Ты Занимаешься Вот мне Как сказали Ты Согнулся И все Там Уже Пизда Не ходил Даже Нормально Беспокоит Вообще Да Постоянно Я поэтому И не люблю Я в одном Эдите В своем Жаском Сказал Я не люблю Качать спину Потому что У меня сломано Три позвонка Ну это Реально Правда Потому что Я поделаю Подтягивания У меня Болит Спина Поделаю Какие-то Элементы В которых Типа Задействовала Спина У меня Все Сразу Спазмы Типа И все Вот эти Три позвонка Прям чувствуются У вас же Довольно Такая Спина Неплохая Нет У меня спина Широкая Это скорее всего Из-за того Что сломало Ну почему Мне держится Все на мышцах Типа Позвоночник Не держит Нормально У меня еще Я ходил К платному Хирургу Я помню Это был Такой Голоток Воздуха Короче Я ходил К хирургу И он Мне такой Положил На стол И что-то Бам Как въебашил Я прям Вот так вот Вдохнул Мне спина Типа Не болела Один день Потом снова болел Сижу Я не могу Нормально лежать Типа Не могу Нормально стоять Долго То есть У меня такая Вообще Тема Самая угарная Травма Это Палец в ноге Я сломала Это мне мама Мама сказала Что мне в компьютер Нельзя поиграть И я как Ебанул по дивану Ногой И сломался Палец Но самый кайф В том Что я потом месяц Играл в компьютер Пока все на работе Пацаны лайфхак записывайте Есть ли какие-то рекорды Допустим Не вот Именно Конкретно воркауте А допустим Со штангой Что-то вот Ну Ну Жим лежа Учитывая Ну вот Я ходил Я в качалке Был Ну раз Восемь Ну в принципе Вообще За жизнь Максимально я жал Су-25 Ну там вообще Такая ситуация Типа я пришел Сначала первый раз Я жал 90 На второй раз Пришел я пожал 100 В четвертый раз Ой в третий Или в какой Да в третий раз Я пожал 100 А в четвертый Я пожал 125 Типа просто Ну дурочка Неплохо Без техники Безо всего Да-да И не общает При весе 75 Так Подтягивание с весом 80 килограмм Я брал максимум Хорошо Хороший результат Вот Так Ну что Давайте перейдем Ко второму Упражнению Это у нас 200 миллиметровый гвоздь Уже меня пугает Проблема в том Что я не смогу К сожалению Вам показать Как уломать На видосах Видел Я подготовился Но я все объяснил То есть Я вам Замотаю Я вам Объясню Собственно Что У нас есть Два варианта Развития событий Первый Дилетантский То есть Когда мы его Просто гнем пополам И как гармошку Да Туда-сюда Мы его раскачиваем Ломается По Половине Плоскости гвоздя Вот именно Между ног То есть Вот В нижней части И есть Гроссмейстерский способ Когда его Согнули Перевернули И прогнули Против Уже согнутого Таким образом Получается Что Кристаллическая Вот эта Решетка металла Повреждается По всей плоскости И он Ломается быстрее Но для этого Нужно обладать Сильным хватом То есть Его нужно Очень круто Удерживать Чувствовать движение Ну и в принципе Иметь довольно Мощные кисти Я хотел Я очень хотел Подготовиться К проверке Но что-то Тут Я Приболел Потом Сарычев Потом снова Приболел Типа Ну Я рад Что мы вас Поймали До подготовки Потому что Мне всегда Больше интересно Как люди Гнут без подготовки Эту собственно Движуху Три Два Один Старт Походу Я даже Его не погну Не-не-не Давай Не 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 О Вот так Легче Ну я Синхуй Ты же Ногами Гнешь Конечно Легче Не Ну если Я его Сломаю Это Уже Для меня Победа Сломай Сука Че Колен На Нагуй Давай Оп Оп Да Он же тут же убирает Прямо Вот это Горячее Сернё О Блядь Да Нахуй Ебать Я тупой Блядь 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 Безвезд Легко Кстати Не Прикольно Я еще вижу Там кожа Начинает Лохматиться Боже Ну из Десяти минут Вышел Отлично Работа Фух Не Пожалел Так Ну что У нас Еда Как вы Себя Чувствуете После Гвоздя Нормально Ну Подгрузились Не Ну кстати Мне больше колено Все болит Ну колено Пиздец Там То есть Ошпарено Оно прям Побеспокоит Ну так Нет Мне так Все нормально Блок Острых вопросов Вместе с острым Как вы вообще К этому Острое я люблю Ну Нет Мне нравится Острое Ну я Предполагаю Что это прям Острое Такое Типа Вот это Азиатская кухня Типа Забанил Расскажите Как это вышло Вообще Что В общем Ситуация Так Значит Я вам Пишу Типа Вот я Такой Та Где Где Телеграме Телеграме Просто Влс Нашел Где-то Я не помню Пишу Вот я Такой Такой Столько Подписчиков Там Финалист Шоу Супер Ниндзя Типа Такого Вы Финалист Шоу Чего Не Сказали Об Этому Не Рассказали Типа И все Я забыл Через месяц Что-то Искал Кого-то На букву В И там Виктор Блуд Я смотрю Аватарки Нет Я такой Сигму Такую Выдал Захожу А я Типа Все В бане Очень странно На самом деле Обычная Баню Сразу Если Я Кого-то Баню Но Я Не то Чтобы Баню Когда Пишут По делу То есть Я Вот Обычно Если Только Херню Пишут Телеге Баню Сразу Чтобы Не Засирать Это Самое Чтобы Не Пропускать Людей Интересно Забавно Странно Я Честно Говоря Этого Не Помню Вот Переписки У меня Нету Я Удалил Сжег Мосты Короче Я Предполагаю За чего Это Могли Подумать Что Это Несерьезно Потому Что Я Скинул Гифку С В инстаграме Общались Я Сказал Можете Пожалуйста Разбанить И то У меня Плохо Работает Вы Просто Прочитали И такие Приезжай В гости Здравствуйте Историческое Событие Мы Разбаниваемся Это Конечно Было Вообще Было Ультра Обидно Что Я Написал С Другими Намерениями Просто Забанили Типа Понимаешь Что Там Хуйню Написал Типа Скинь Письку Я Скинул Очень По Понедельникам Обычно Да Внатуре А я Наверное Еще Вижу Там Куча Хуевых Значков Я думаю Малолетка Какой-то Знаете Когда У малолеток Есть Прикол Они Там Всякие Знаки В Нике Там Всякое Может Быть Разблоки Стандартизированный Вопрос Острой Направленности Вы Химик Нет Мне Жалко Волосы Мои На Говоре А Что Будет Выпадать Если Ну Уже Есть На Вас Разоблачение Пишут Что Вы Химик Пусть Снимет Слаб В руки А Можете Это Самое Показать У меня Самое Жесткое Что Мне Пишут Из-за Плеча Что У Плечи Типа Блядь Руки Здоровые Да Сколько Тут В Хвате Сантиметров 41 42 Он Так Я Думаю 30 С Чем Спортсмена Ну тут Короче Нету Одного Сантиметра Типа Ну На Один Сантиметра Нету Короче 42 С Половиной Чего Короче 41 Точно 41 С Половиной Есть То есть Нормально Ну Хорошая Банка Следующий Вопрос Сколько Девчонок Было Две Ну Так Две Та Та Которая Неофициальная Ну Я Тоже Засчитал Типа Почему Я Так И Не Понял Почему Она Не Официальная Ну Потому Что Что за Отношения Были Просто Типа Меня Морозили Морозили Сказали Девчонки То есть Вы Хотите Сказать Что У вас Таким Внешним Видом Две Девчонки Все Было Ну Да После Того Как Я Расстался С одной Через Полгода Начался Сейчас С другой И все И нету Такой Мысли Что Если Вдруг Не Дай Бог Расстанетесь Нынешние Такие Пойдете По Блядкам Или Вы Не Такой Не Представляю Как Это Ощущается Поэтому Я Ничего Сказать Не Могу Загадывать Не Могу Может Пойду Может Как Жизнь Сложится Окей Сколько Вы Зарабатываете На Спорте На Блогинге Тут Вообще Очень Такой Вопрос Потому Что Опять Это Зависит От Рекламы Сколько Накапает Ну Я Предполагаю В Сбербанке Написано Что Оборот 200 Тысяч Типа За Месяц Но В Сбербанку Я Не Верю Потому Моя Денег Нет То Если Такой Бедный Блогер Я Могу Реально Принести Показать Свою Обувь Вопрос Про Деньги Типа Ну Я Думаю Что Уверенно Я Зарабатываю Ну Тысяч Тысяч Восемьдесят Ну Тысяч Сто Что Такое Вот Это Прям Типа Железобетонно Сейчас Покажут Мою Обувь Просто Вы Поймете Что Бедный Блогер Нормальные Подкрадухи Да Нет Нормальные Ну Что Это Такое А Почему Эти Рекламы Кроссов Нет Потому Что Все Уходит Туда Куда Видос Еда Все Такое Я Опять Не представляю Как я Зарабатываю Уверенно Получаю Ну Если Тысячу Процентов Уверенности Пятьдесят Железобетон Он Сто А В Сбербанке Двести У тебя Менеджер Никитоз У него Есть Выходы На Кроссовки Вы Шмоточник Ну Если Были Деньги То Да А Так Нет Ну Я Много За что Знаю Типа Ну Так Бренд Типа Всякое Такое Ну Стараюсь По крайней Мере Топ Три Любимых Бренда На Которые Нету Денег Давайте Я бы Хотел Обувь Болинсиага Че Там Еще Number Nine Есть Такой Бренд Там У них Футболки Очень Классные Я могу Сех Позволить Но Я себе Не Покупаю Потому Что Опять Будет Попасть Наполеное Че Ну И Типа В принципе Рационально Рассчитываю Свои Деньги А Третий Бренд Который Я бы Хотел Даже Не Знаю Че Ну Это Так Типа Чтобы Прямо Вообще Это Когда Я НПЛ У него Такие Вещи Типа Носить Тяжело У него Типа Есть Ну Прям Нереально У него Ботинки Типа Ботинок И там Просто С подошвы Типа Такие Капли На Девчонку Много Тратите Думаю Да Че Самое Дорогое Дарил Девчонке А Когда Видео Выйдет Чтобы Не Спалиться Когда Видео Ну Подгадаю Ну Я Думаю Месяц Точно Ну То То Не До Нового Года Я Думаю Нет Хоть Хуй Его Знать Ну Короче Если До Нового Года То Я Скажу Не Сотреть То Самое Дорогое Что Сейчас Ей Подарю Это Сережки Типа За 30 Тысяч Нихуя Сам Бедняга Без 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 Острые Вопросы Че По Вредным Привычкам Да Там Мне Кажется Все Можно Перечислять Кроме Наркотиков Так Я сюда могу поставить Да Конечно Ну В общем Я не буду скрывать Я курю Электронные Тоже Снюсик Там Весь набор Надо это бросать Стараюсь Это Скрыть Именно В плане Не буду Писать Телеграм Ебать Я курю Стараюсь Это Не Показывать На Публику Потому Что Смотрят Молодые И Молодые Могут Либо Во-первых Молодые Могут Сказать Типа Типа Тупой Типа Обезьяна А во-вторых Они могут Взять Пример И начать Тоже Ну Типа Спортсмены Тоже Курят Типа Да Ну Просто Намного Смотрят Типа Прям Вообще Мелочь Ну Прям Вообще Я Виню Себя За то Что Я начал Если Ты Хочешь Начинай Я не Твоя Мама Но Типа Я тебе Говорю Чувак Я один Раз Я После Насел На снюс Еще Просто Чтобы Меньше Курить Я Просто Один раз Проснулся Мне Тяжело Было Дышать Помню Это А Ну Еще Если Брать Алкоголь Это Не Пагубная Привычка Это Ну Блаж Это Пацанская Вообще Че Пьешь А Че Добьешь Бля Че Дают Нет Вообще С Пили Я Когда Пьешь Ты Больше Куришь Потому Что Я Видел Обычная Тема Я Там Почти Пачку Заебашил За вечер Сигарет И Короче Проснулся Вот так Я Такой Не Пора Уже Позбавить Обороты Типа Хотя Б Прикольно Спасибо За Честность Желаем Собственно Легко Бросить Саня В Тиндере Сидит Желаем Легко Бросить Опа Вижу Татушечку Через Татушечку Это Да Это Моя Девушка Рисовала Это Типа Я Ботинки Да Сишка Сишка Это Короче Это Лили Объясняю Прикол Лили Короче Пытняет За Татухи Значит Я Пришел В салон Потому Девушка Подрила Сертификат И там Две Татухи Надо Было Первую Я Знал А Вторую Я Нашел В тот же Были Розы Но Когда Я Пошел В салон Тогда Вышел Трек Назывался Лили Кот 10 И Бенджамин Дэдбэнс Название На экран Пожалуйста Проигрыш Небольшой На моем Сердце Лили И Короче Я Так О Давайте Типа И Боем Лили И Все И так Лили Набились Слушай Ну прикольно Она Заморачивается Видишь Ну да Ударит Трактически Хорошо Адрам У него Широкие Плечи Руки И руки Чисто Пляжник Ну Широкий Очень Смотри Даже На ногах Сечется Нормали ноги Да Меня Супер Ниндзя Торжаном Называли А Ты так и не Расскал Супер Ниндзя Ситуация Вообще Один Идентичная Я там тоже В шортах Бежал И голый Короче Мне написали В телеграме Не знаю Как это называется Менеджер Я не знаю Позвали меня Говорят Приезжай На кастинг Шоу Супер Ниндзя Я такой Сижу У меня просто Глаза по 5 копеек Думаю Наебать Мне кто-то хочет Походу Вот Я заполнил форму Отправил Такой-то вроде Ничего не надо Непаспортные данные Ничего Ладно Отправил Через 2 недели Или через неделю Пишет Типа Короче Будет в такую-то дату В Москве И мне за 2 дня До кастинга Или за день Даже Написали дату Время не написали Написали дата Типа Москва А потом Через полдня Еще ответили Какое время Какое место Вот И туда пришел Пробежал Там этот кастинг Вот Меня взяли И потом Я поехал Ну вообще На дурачка Почему на дурачка Потому что Я не был вообще готов Типа Там совсем другое Для скалолазов Типа Вот И я на дурачка Дошел до финала Я приехал туда В Минеральные воды И у меня была Такая белая майка Я ее в день купил Когда вот Надо было выступать Я купил ее Прихожу уже Там типа 10-11 ночи То есть съемки проводились Ночью до утра Вообще Условия пиздец Вот Я прихожу Такой думаю Ну блядь Ладно В шортах Футболки Еще более-менее терпимые Я смогу там На куража пробежать Я подхожу И мне говорят Типа А в белой нельзя Типа И все Да Я осуждаю Я на самом деле Вообще Вот ненавижу Вот эту всю Телевизионную хуйню Потому что Они все через пизду И жопу делают Тяжело организму Конечно было Типа Перестроиться в такой режим То есть мы выезжали В 5 вечера Приезжали в 7 На площадку И я Первый Вот первый мой выход Типа Отборочный дур Я сидел Нахуй С 9 до 5 утра Не спал И просто потом голый Осенью бля Бежал по лысу Еще потом в воду Пизданулся В ледяную просто Это вообще Ну кстати Я удивлен Что я прошел отбор Потому что Я когда упал в воду Типа Я думал Все конец Вот А там сказали Потому что Типа Рассчитывалось по времени Сколько колец ты собрал Вот И типа Ты прошел Потом в полуфинале выиграл И в финале Ну вот Пизданулся Как будете готовы Скажите Я посчитаю вам 3-2-1 И вы начнете Давайте 3-2-1 Старт С таким внешним видом Для того чтобы в Москве Все получилось Нужно хорошо глотать Такие длинные штуки Бро Ну кстати Из-за водошика Мне поведут На время Он не сабоострый Ну да Нормальный зумер пришел Кстати Появились Вот эти дожики Тройная острота Я вот думаю Видел да Я еще не пробовал Я хочу попробовать Может на них перейти Хотя ты знаешь Многим из этих пиздец То есть Потому что Женщины И нежные юноши Короче Они прям погибают Нахуй так Поэтому Я попробую Посмотрю Нихуя Быстро Ну я думаю Чуть-чуть Ну да Желательно А то будут писать Что такие Доедали Время Слушай быстро Спиздежон Даже если Учитывая Что Ну за минуту Он справился Ну если бы Прямо вот поставил Цель Я себя не подавился На полпути Вот это Завтрак обычного Завтрак нормального Спортсмена Да Зумера Не кстати Вот я думал Что там просто Пиздец Типа Ну тут Желт Но Терпимо Если бы Вот эти В конце Эти макаронины Которые Прям вот В соусе В соусе Туда вообще Четко Типа А так Животик Немножечко Болит Животик Немножечко Блять Срать Будешь Интересно Захватывать Да Вот это Я просто Вот мне В рот Не остро Типа особо Допустим Когда какой-нибудь Бургер там ешь А когда срешь Это просто Там Блять Там такое Халапенье Выходит Из попки Плохо Раскаленный Лом Вот это будет Интересный опыт Так Ну что У нас блок Азартности Это карты Сань Мы пришли в комнату К тебе мусорить Ты не против? Против Собственно Что У нас тут Карты обычно Вот И здесь я обычно Спрашиваю про азартность Скажите Его как азартный человек Ну если брать В детстве То да Наверное Ну типа Когда мама 100 рублей давала В Warface Там все Задавайте Там же в Warface Были эти Там не то что Купить можно было Там типа Коробочки крутишь Вот Я помню Вообще самое обидное Как это называется Скины или что? Скины Нет Там прям оружие Выбивались Вот Я помню Такую ситуацию Обидную Просто вообще Бабушке выпросил 300 рублей Короче Я положил их На Warface Я был просто Уверен Потому что Я сейчас выберу То что мне нужно Я короче Нихуя не выбил Типа Бабушка подходит И такая Ну что Типа Ты выбила Я такой Ну да Мне так было обидно За бабушкины деньги Что я там это оружие На день нахуй выбил Или на два Типа всего Вот Но я никогда Ставки сам типа Не делал Не делали ставки? Нет А нет Делал Ну вот нам Что-то похудеть 500 рублей Потому что я не особо Шарю в спорте Во-первых Ну за этих Вот Я так чисто Поставил Причем Что-то поставил 500 рублей на ничью Там какой-то Коэффициент 5 был Просто по приколу И она зашла Подтолкнула Типа еще Еще ставить Нет А я просто Нет У меня такая Складная мать Потому что я понимаю Что я сейчас могу выиграть А потом въебать Нахуй квартиру Типа такого плана Могу быть азартным Только в играх Типа когда донатишь Типа Но я могу там условно Я просто У меня есть какой-то порог Допустим Я такой Я могу выделить Ну 3000 рублей Допустим У меня есть прям вот Свободные Типа Я их никуда не потрачу Я могу их выделить На игру покрутить То есть сейчас Вы подкидываете Иногда немножко Не Я сейчас не играю Даже в комп Я вот когда Начал играть с другом В игру Мы там нашли сайт Где можно крутить Типа кейсики И мы такие Ну раз закинули 500 рублей Типа Второй раз закинули Ну просто По прикольчику Типа не то что Блядь Типа я ничего не выиграл Сейчас буду Закидывать еще Там Нет Ну не повезло Сегодня Все ладно Пойдем Сейчас очень модная Такая движуха Есть чувак Милстрою Он короче Сказиком Нет Он типа Бреет Стримеров Сиськи заставляет Показывать За сколько бы бабла Сбрились бы Я думаю Они за какие бабки Серьезно? Ну нет Закинуть космические Да Но типа Космические сколько это? Ну Лямов 300 Че Че Я говорю Типа Ну просто Допустим Вот Я как я думаю В будущем Я смогу заработать Допустим Тебе сам Сколько он там Скидал Миллион Или сколько он Ну я Не то что Ну по-разному Смотрят Ну допустим Даже он закидывал Допустим Там 10 миллионов Допустим Да Я понимаю Что я деньги смогу заработать Все равно Ну я предполагаю Поэтому я не побрился бы за них Потому что это типа Это сразу как будто Знаешь Типа То что ты прогнулся Типа за бабос просто А если бы мне заблудить 20 миллионов Я там можно на бутылку сяду Типа такого Мне кажется Волосы это не зашквар Вот показать грудь Как раздеться Для женщин конечно больше Зашквар На бутылку Че Хуйня Бутылку вообще хуйня Можно бесплатно Нет ну просто типа Какие-то управлять действия Которые ты не хочешь за бабки Это типа ну Ну как будто Ну лейм Просто Лейм 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 Ну уже было Я уже знаю что Лейм Типа ты должен поставить Все свои деньги И такая у них реакция Типа Как я считаю Ставки это не что-то Прям ультра плохое Типа потому что Люди могут же выиграть Могут Могут и проиграть Могут Блядь я не знаю Вот этот же чувак Который пишет Этот гневный комментарий Потом заходит Нахуй Не знаю там В ксго Блядь И скупает На 20 тысяч рублей Кейсов Блядь Пидор Как долба Спасибо скажешь Что в платье Нахуй Все Ну вот Типа такого То есть ставки Пишите ребят Давайте тогда Разорвемся Смотрите У нас тут 54 карты В колоде Вот Собственно Мы их что Мы их можем Это самое Сколько угодно Взять По вашему желанию А я могу их скидывать Во время Типа вот этого Да Да Можете скидывать Во время То есть Ну главное Когда вы их разорвете Чтоб они у вас в руках Отстали Чтоб я мог посчитать Чтоб вы их не скидывали А то Это сложновато Немножко Небольшой Снюснятности В общем что Мы даем Бумаге Показываем ей Где она должна рваться То есть Наша задача Вектор усилия Направить в одно место То есть Для того чтобы порвать карты Нужно сил Не то чтобы Прямо архи много Но если вы Неправильно их вкладываете Можно тужиться Прямо Как угодно Но они просто будут Мяться и вываливаться Если я сейчас Обосрусь У меня есть кружок Крутой Я вам покажу Хорошо Скали что вы вроде Что-то там пробовали Ну а что Я вчера Вообще не было скучно Я пошел Купил Сколько Калод Ну калод 20 Наверное Купил Ну просто чтобы понимать Чтобы наработать движение Вот сначала Я порвал 30 Потом 40 Потом 48 Потом 54 Порвал Ну то есть Вы уже рвали У вас уже понимание есть Два раза Порвала 54 Больше не пробовал Потому что я начал Уже пальцы резать Есть такое Три Два Один Старт Они это не мягкие У меня карты были пожестче Они как-то Сейчас Да еб твою мать Я не понимаю Все нормально Ну вроде я все порвал Да Ну вообще Для новичка норм Ну кстати Нет Как это шаракси Кстати Можно я сейчас покажу Кружок Вот держите пока Порву под запись Я разобрался Единственное что меня Волнует Это то что Я желаю Чего резать себе пальцы Хавой цвет В общем 54 карты Они вроде такие же Пробушки Главное их сложить Чтобы они были примерно Покрытие может быть разное Может быть Беремся Примерно в центр На На Прикольный чувак Пятое задание Мы Блавно Близимся К завершению Нашей проверки И у нас тут Самый такой Харт Наверное остался Для многих То есть Эта штука В любом случае Вас победит Вопрос только За сколько Что у вас По болевым ощущениям Когда вы гнули гвоздь Мне кажется Что на кураже Как будто Вы так нормально Увлекаетесь Я могу терпеть боль Вот Типа Я не знаю Какой-нибудь болевой порог Но по-моему В детстве Что если сам Вросшую ногу Отстригал Типа Такого плана То есть Я сижу Типа Ну бля Продолжаю Типа До победного Короче Есть физическая Есть боль Душевная То есть Ментальная Мне кажется Тоже туда же Потому что Часто И там Разделяют Эти понятия Но мне кажется Два вида Боли Есть все-таки Физическая Которая Приносит боль И есть Какая-то Душевная Которая Как считаете Какая ранее Сильнее Я думаю Моральная Типа Потому что Типа Физическую Там Так-так-то Везде Можно обезболвить Даже для моральной Если подумать Но как будто Физическую Легче Пережить Потому что Не все же Люди Когда какую-то Утрату Переживают Или какую-то Серьезную Проблему Садятся на Антидепрессанты Какие-нибудь Что-то такое Просто терпят И это может Происходить Типа Физическая боль Даже если Руку Отхуярят Это сколько Будет Боль длится Не знаю Сколько Там Зарастает С отхуяренной Рукой Даже сдохнуть Можно Можно Нет Но если Допустим Тебя починят Типа Зашьют Она же Будет болеть Но она Будет болеть Ну месяц Наверное Сколько Не знаю Может больше А вот Допустим Когда кто-то У тебя Умер Ты можешь 10 лет С этой Болью Оставаться Какую самую Сильную Физическую Боль Вы ощущали В своей жизни Так вот Наверное Да Я не знаю Первое Что приходит На ум Когда Именно Боль Представляется Из последнего Что ты Играл В комп Мне ресницы В глаз Попала И причем Она попала Как-то Прям по Уебищному Она Не на глаз А на века Легла Как-то И у меня Неделю Просто Я вот Так Вот Ходил Вот Так И мне Было Очень Больно Даже Люди Рассказывают Какие-то Переломы Травмы Ножом Попала Нет Когда я Сломал руку Я не чувствовал Боли Особо Я говорю На турник Второй раз Залез Забавно Хорошо Самая сильная Душевная Боль Которая Вам Доводилась В навоз Упал Серьезно Да Короче Я очень Любил Всякий Паркур Такой Сколько Паркуришь Типа Только По чесноку Я Короче Мы там Были На даче И там Была Типа Реально Огромная Яма Навоза Типа Вот Я Через Лошадиного Типа Свиной Ой Фу Я Короче Типа Перекинул Доску Там Ну Три метра Наверное Это яма Типа Вот так Длину Я Перекинул Доску И такой Сейчас Паркур Будет Короче Пройдусь Типа Баланс Я На половине Пути Просто В налоз Ебанулся По колено Я Там Так Плакал Когда Отмывали Грустно Было Грустно Обидно А у вас Потом Ну Какой Ни Погоняло Там Не Прилипло Нет Нет У меня Фотка Где-то Есть Я Плачу В тазике Все равно Мозг Он Все Плохие Моменты Типа Забывает Ну Вообще Боль Да Выстригается То есть Это Такая Защитная Функция Я Это Могу Даже По Женским Родам Сказать Что Типа Ну Я Присутствовал Это Пиздец Но Типа Женщины Прямо Вот Эту Часть Своей Жизни Самую Да Важную Можно Сказать Она У них Как-то Вырезается И Они Половину Типа Не Помнят То есть Мне Малая Говорит Я Уже Типа Как-будто Даже И Не Помню Что Там За Боль То Есть Организм Как-бы Ну Чтобы Потом А может Повторим Наверное Ради Этого Как-то Он Вот Это Блокирует В Нашей Микровселенной Бытует Такая Поговорка Пословица Что Каждое Движение Должно Причинять Боль Скажите Пожалуйста Как Вы Понимаете Ее И Согласны С ней Не Согласны То есть Ваше Вот Видение Ну Да Без Понятия Вообще Ну Типа Ну Прямо Если Каждая Типа Ну Это Жесть Но Мне кажется Типа Некоторые Движения Должны Причинять Боль Чтобы Ты Двигался Дальше Мне кажется Чтобы Ты Взбодривала Тебя Жестко Чтобы Вбодрила Чтобы Ты Не Шел Такой Шел А Тебя Бам Въебашило Все Взбодрился Пошел С новой Скоростью Вот Ну Фиг знает Мы стоим В планочку В упор Лежа То есть Наша задача Как бы Зафиксироваться Как на Стартовое Положение Отжиманий Как только Вы это Делаете Секундомер Начинает Капать Все Что Вы Простоите Все Ваше Сколько Не Простоите Тоже Собственно Получается Ваше Короче Сейчас Запись-то Идет Да Я Сейчас Рискну Нахуй Своей жизнью И С планкой Я не встану Поэтому Не бежайте Короче Вы хотите Что-то удивить Да Да Я сделаю То, что Я задам Новый тренд Короче Это будет Одна Клонка С планкой А другая Будет С другим Хорошо Почему Нет Я Тренд Сеттер Демонюка 10 секунд Там Было Мне пробило Руку Ёп Моё Ну а ты Хотел Пробило Пробило Вон тут Еще Тоже Пробило Не Ну в планку Можно Сейчас Покажу Просто Ну типа Ну в планку Если встанешь Не пробьет Так что Можешь Попробовать Не Просто Вряд ли Уже Встану Я подумал Что тут Что тут Таить Я уже Это пробовал Типа Я был Готов К этому Столет Назад Еще Ну что Спасибо За шоу В любом случае Это прикольно Ну типа У нас Таких Не было Понятно Почему Такие Тальтерюты Они так Напрягаются В этой планке А я даже Я даже Не обратил Внимания Я не увидел На самом деле И верх Спины Очень сильно Детра У него Очень жестко У него Бугристое Все Это для тех Кто говорит Что на турниках Невозможно Накачаться 10 секунд Горизонта На ваших глазах Было без ног Планка То есть Почти в стойке На руках По сути Смотрите У нас два Стандартизированных Вопроса От меня Остаются Которые Я обычно Задаю Всем Первый Вам сейчас 20 Без малого Давайте Совет себе 15 летнему Вот вы Себя сейчас Заветили Из Дюка 15 летнему Видали Что скажете Поаккуратнее Быть на турниках Все И типа И начинаю Снимать Видос Типа Просто Препом Говорить В принципе Разные ребята Нас смотрят И возрастные И ваши Молодые Посмотрят И мои Немолодые Посмотрят И просто Какие-то Левые Воркаутеры И не Воркаутеры Собственно Ваш посыл Что пожелаете Скажете От себя Всем Надо Заниматься С умом Подходить Тренировкам Без разницы Чем вы Занимаетесь То есть В любом спорте Можно так себе Наебнуть Что-нибудь Что потом Всю жизнь Будет тяжелеть Что есть Реально люди Которые Так подходят Тренировкам Типа На бум Типа Сейчас возьму Сделаю Типа Вообще халява А потом Шею ломают Просто овощем Лежит С оставшуюся Жизнь Подходить Нужно Ко всему Типа С умом В принципе С умом Я даже говорю Не про то Что травмы А если вы Собираетесь Чем-то Заниматься Это нужно И питание И режим То есть Если вы хотите Чего-то добиться Ко всему С умом Все Это наверное Самое важное Ну и здоровье Беречь Просто В принципе Так Ну что Я собственно Тогда покидаю Пару вопросов Еще задаст Анечка Вот Месье Спасибо вам большое Сильно не жмите Было очень приятно Интересно Вот Прикольно Ну Прикольно бывает С молодыми Не всегда ебанно Так что Какое испытание Больше всего понравилось Понравилось Ну Не знаю Гвоздь наверное Что самое мерзкое Ну все Все нормально Мне кажется Каждое испытание Прикольное по-своему Тут нет такого Тоже типа Я думал Доширак будет Самый типа Ну такой мерзкий Ну он терпимый Типа Вообще Спокойный даже Я его делаю Скалом вкусный Типа У меня сейчас все прошло У меня ничего не болит Кайфово Моя цель была реально Типа Я вот эту штуку пробовал Реально вот Где-то В конце лета То есть я пришел Специально В центр Где йога Нашел эту доску И заснял видос Чтобы Виктор Евгений Заметил Короче Я выложил сториз Блядь Кстати Еще Еще было Еще была такая тема Я очень боялся Что я не встану Даже в планку Почему Потому что я короче Выложил видос в тикток Где Арчи Моррис Не может встать на гвозди Орет А я потом беру И делаю типа Гарик Ну вот Это был бы ультрапозорчив Вот все